Российский регион сегодня Тульская область, центр России, до сих пор гипнотизирующая Гуликово поле. Ясная поляна, родина великого русского писателя Льва Толстого и до сих пор место паломничества. Тульская трехлинейка, тульский самовар и тульский пряник. Все как бы известно, но что Тула сейчас? Репортаж Александра Барецкого. Легендарную трехлинейку, с которой русский солдат прошел две мировые войны и что более полувека выпускалась на Тульском оружейном, сегодня здесь, если и достают, то чтобы лишний раз подчеркнуть. Мосинский затвор и сейчас используется в разработках для спецподразделений, в том числе и этой 9-мм ВСС. Затвор, который в принципе не был повторен никем, используется до сих пор. Завод в трехсотлетней истории, где среди орденов на фасаде не совсем привычный первый трудового красного знамени. Лишь один из огромного спектра Тульской оборонки. Высокоточное вооружение для сухопутных войск, специализация КБ приборостроения. Боевые характеристики на пределе технических возможностей. Заложены еще прославленными оружейниками, Грязевым и Шипуновым. Многие из представленных здесь систем только в стадии опытно-конструкторских разработок. Это будущее российской армии, но большинство братцов и уже ее настоящее. Вот этот винидный ракетно-пушечный комплекс может уничтожить любую цель в радиусе 20 километров. Комплекс «Панцирь» отрабатывает четыре цели одновременно, даже на марше. В этом и уникальность. Именно такие вместе с С-400 сегодня несут боевое дежурство в Сирии. Это автомат Калашникова в противовоздушной обороне. Подсветнуть можно сказать, что работать ей придется в песках. Ну, там, где жарко. Персональные антироссийские санкции в отношении директора предприятия не повлияли на объемы оружейного экспорта от Алжира и до Бразилии. А военные разработки здесь все активнее используют в гражданской винейке. Пищевая промышленность, медицина, высокие технологии добрались даже до птицефабрики. Табличка на двери. Детский сад. Этим перепелкам неделя. На русском и английском. Обязательное условие евросертификации. 14 лет назад, еще только начиная селекцию, здесь равнялись на французские стандарты. Теперь их переросли. Хотя, кажется, ну разве тут есть, что есть? Настоящее диетическое мясо у нас получается. Не зря наша птица котируется в Персидском заливе. Мы делали поставки в нем на Арабские Эмираты. Тульский потенциал оценили на Питерском экономическом форуме. Два десятка соглашений на 80 миллиардов. Новые производства и рабочие места. Минимум 3 тысячи. Мы в прямом смысле слова должны за руку, я должен за руку привести инвесторов, создать особые экономические условия, создать комфортную инвестиционную среду. С 10 места мы перешли на 4 позицию. Это очень такой мощнейший рывок. Одним из главных достижений за менее чем полгода работы в регионе исполняющий обязанности губернатора считает то, что именно в Тульской области первой удалось сдвинуть с мёртвой точки проблему дольщиков, ставших заложниками краха строительного гиганта СУ-155. Две многоэтажки уже ввели в эксплуатацию. На очереди 7 строится и новое Суворовское училище. Оно здесь было до 60-х. Несколько этажей выросли всего за два месяца. В сентябре на плац выйдут первые курсанты. Это ведь и есть возрождение традиций. С ними в Тулу не ездят. Но где ещё как не на патронном заводе с его мастеровыми левшами делать те самые самовары. Вот этот 75 литров. Или знаменитые печатные пряники. 650 тонн в месяц. Даже в Австралии пришлись по вкусу. Специальная партия. Берём выбивалочку и выбиваем. Вот смотрите. Получился кремль. Неизменная вот уже три столетия рецептура. Мука, сахар, яйца и мёд. А ещё, говорят, тульский воздух. За ним, впрочем, здесь едут на Куликово поле. От областного центра часа два с половиной. Добраться до места Куликовской битвы, что стало первым шагом к освобождению русских земель от Золотой Орды, можно пешком или так вот на бричке. Три километра от села Монастырское. Вокруг ковыль, который практически уже нигде не растёт. Но именно здесь он сохранился, как и шесть с лишним веков назад. И вот она панорама того самого поля, где русские дружины разбили войско Мамая. Ровно в одиннадцать, время начала Куликовского сражения, и в четырнадцать, его окончание, звон колоколов слышен на всю округу. Новый музейный комплекс официально откроется осенью. Коллекция уникальных артефактов. Фрагменты кольчук, наконечники стрелы копий. Для детей современная интерактивная экспозиция. Так изучать историю станет интересней. Но главный экспонат само поле битвы, исход которой и решил засадный полк князя Владимира Серпуховского и воеводы Боброка-Волынского. На Куликово поле пошли владимирцы, созарьцы, ростовчане и вернулись русскими. Это послужило, так сказать, важнейшей отправной точкой складывания древнерусского государства. Для нас развитие туристического направления это один из векторов очень серьёзных, который тоже вошёл в программу социально-экономического развития Тульской области. И мы будем уделять этому большое внимание. В музее-усадьбе Толстого в Ясной Поляне на недостаток туристов никогда не жаловались. Экскурсии каждые 10 минут. Их отсчитывают часы, описанные ещё в «Войне и мире». Мы через Толстой понимать и читать Россию и историю, и культуру. Стол, маленький стульчик, за которым работал писатель, всё на своих местах. Даже братья Карамазовы и Достоевского на той же самой странице, которую Толстой не дочитал в день своей смерти. Вы помните, когда уж меня не будет, что старик говорил нам добро. Уникальная запись, голос Льва Николаевича. И сам он здесь же, в Ясной Поляне, 1908-й. Гуляет по Берёзовой аллее, или, как сам называл, прешпекту. Кажется, ничего не изменилось. Здесь этого и добиваются. Пересказывая посетителям легенду о «Зелёной палочке», что в семье Толстых передаётся из поколения в поколение. На этой зелёной палочке, которая зарыта здесь, в Ясной Поляне, записан секрет счастья для всего человечества. И Лев Николаевич стал стой, всю жизнь искал эту зелёную палочку, потому что хотел, чтобы человечество было счастливым, чтобы не было войн, чтобы не было боли у людей, чтобы люди были счастливые и радостные. Её-то и предлагают найти всем посетителям вместе. Александр Балиц, Кренат Гореев, Вадим Клеванов, Денис Осаян и Антон Губанов. Вести недели из Тульской области.